Привет, привет дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новенькую серию по КРМП. В общем-то играем как всегда на krmprp.ru, ну сервер так называется, просто на самом деле это звучит как скороговорка, но по-другому никак, друзья. И у меня для вас сразу новость, сразу давайте начнем с двух новостей, обе хорошие, ну у нас всегда все на позитиве, я думаю, поэтому все классно. Во-первых, я решил перейти на четвертый сервер. Объясню почему, во-первых, потому что третий сервер просто-напросто уже забит, а во-вторых, многие из моих зрителей написали, что они просто не могут, вот очень многие не могут зарегистрироваться на третьем, потому что просто не то что зарегистрироваться, они умещаются просто, не могут поиграть, поэтому я решил пойти на четвертый, он не так давно открылся, друзья, и поэтому даже я ради этого просто-напросто заново все вот проработал, как вы видите, я 17 тысяч заработал, ну в принципе ничего такого сверхъестественного еще не сделал, но чисто чтобы не начинать опять бомжом, чтобы было интереснее вам уже смотреть, я уже здесь немножко подразвился. Так что, друзья, теперь мы играем на четвертом сервере, он сейчас вот, у него средний онлайн где-то 350 человек, по-моему, вот, ну все равно тоже уже плотненько, но все равно я думаю, что многим хватит места, поэтому вот такие вот новости. И вторая хорошая новость, друзья, вы просто у меня, вот просто, вот я не знаю на самом деле, вы просто красавчики, вот по-другому не скажешь, потому что вы так встретили, приняли КРМП, что, блядь, чувак держит на голове Волгу. Блядь, ну я конечно все, это понимаю, что это Россия, все дела, все суровые, это у нас не Челябинск, конечно, но, блядь, он просто реально держит на голове ее. Знаете, это чисто, ну просто, блядь, днище прогнило у Волги или колеса меняет, ну пацан такой суровый, суровый пацан, вместо даймкрата использует свою башку. Ребят, ну это КРМП, добро пожаловать в мир просто всего самого эпичества. Ребят, вы просто красавчики в том плане, что, черт возьми, 15 тысяч лайков на второй серии, 12 или 13 тысяч лайков на первой серии. Что будет на этой? Друзья, давайте побьем рекорды все, просто вы вот реально очень порадовали меня. Можно я эту тачку угоню? Блядь, я ее пизданул, у меня за это немножко сейчас, ну я думаю не кикнут, но все равно. Кстати говоря, ник у меня не Саша Булкин, как был на третьем сервере Александр Булкин, вот, он был не занят, потому что сервер не так давно открылся. Вот, собственно, теперь вы все знаете. Так что, ребят, я реально очень рад, что вы очень так приняли душевно КРМП. Многие просили, да, я помню, но я что-то думал, что не так вы прям уж сильно его хотите, а прям оказывается классно. Так что я не прогадал, что начал записывать его, и я рад. Ну что, друзья, какие сегодня планы? В принципе, деньжат у нас немножко есть. Я тут буду, конечно же, сам подзарабатывать время от времени, но сегодня, чтобы не, опять, не ехать... Блядь, я просто хренею, я просто хренею, полный чудес просто, мир, серьезно, просто полный чудес. Чуваки просто наебнулись на мопеде. Так, мы прибежали снова к аренде автомобилей. Вы видите, здесь опять очередь очередная. Мы сейчас возьмем тачку. После этого, я думаю, где-нибудь похаваем. Заедем. Блин, что-то чувак нагнулся. Вот, где-нибудь похаваем. И, наверное, поедем, поменяем скин, потому что у нас, как бы, стандартный такой. Все принарядим что-нибудь получше. С какой стороны лучше дежурить и ждать тачку? Я вот не знаю, на самом деле. Давайте я буду вот с этой стороны смотреть, потому что... Я надеюсь, нам так же повезет, как с копейкой. Вы помните, да, в прошлой серии мы... Что бомбануло? Блядь, я обосрался. Что-то, как, что-то ебнуло там где-то. Чувак с балкона упал. Что за хрень происходит? Смотрите, он наебнулся реально. Он с балкона, по-моему, ебнулся. Что за трупак теперь? Что, он реально сдох? Ребят, самоубийство на моих глазах. Это можно реально пересмотреть под грустную музыку. Он реально наебнулся, по-моему, с балкона. Ой, я надеюсь, друзья, сейчас нам реально получится сразу тачку забрать. Как-нибудь так же быстро, как копеечка. Я надеюсь, если это будет копейка опять желтая, я просто охренею. Это значит просто реально наше... О, смотрите, на светофоре чувак стоит. Вот здесь, хотя, может, не на светофоре. Ну, ребят, вот кто придет сюда играть, пожалуйста, соблюдайте реальный РП, во-первых, конечно же. И соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Потому что в КРМП соблюдаются все это, светофоры. От этого даже интересней. Нет, аренда мобедов, чувак, не тут, но... Ай, блядь, я, наверное, мы сейчас уйдем на паузу, потому что мы бегаем здесь туда-сюда. Я надеюсь, ребят, мы какой-нибудь пепелац классный урвем. И будем сегодня рассекать просто по России, по нашей криминальной. И в поисках счастья, и добра, и всего хорошего. В общем-то, ждем машину, не будем затягивать серию просто ожиданием. Все, сейчас возьму тачку, надеюсь, это будет что-нибудь отечественное, надеюсь, это будет копейка. Ребята, короче, это просто полная жесть. Я думаю, что, в принципе, вот, кстати говоря, да, в чате же написано время. В принципе, видите, сколько сейчас времени, сколько было тогда. Я по сейчас, черт возьми, провел там. У меня даже... Ой, я даже не буду рассказывать, какое мясо там было, что там происходило. Короче говоря, повезло, что три тачки заспаунилось одновременно, друзья. И угадайте, что я взял. Я, блядь, даже не знаю, это хорошо или плохо, потому что, на самом деле, это очень ужасно. Это пиздец, как ужасно. Это вишневый бабский X5. Серьезно, он какой-то, ну, блядь, ну не сказать, что он какой-то пацан. Если бы он был черный, вопросов нет. Ну, или какие-то... Ну, не красный и не, блядь, с лодкой на крыше. Это, по-моему, слишком, нет? Это реально, по-моему, слишком. Ай, ну, что забрал, то забрал, как говорится. Поэтому, друзья, ну, вот так вот. Я уехал специально в лес, чтобы здесь было интереснее. Так что мы сегодня рассекаем на красном X5. Поэтому, да, это, блядь, пиздец, пыли сколько здесь. Так что это довольно-таки эпично. У меня еще она побитая. Я, короче, когда выезжал, у меня какие-то чуваки расколотили весь бок, видимо, из-за того, что я первый успел забрать этот X5. Поэтому, друзья, ну... Вот такая вот жопа произошла, но, слава богу, час целый, это пиздец. Вот, почти час или час. Я точно не знаю, почему автобус на встречке. Что происходит вообще? Ну что, мы продолжаем наше путешествие. Что происходит? Что происходит? Что вот это вот такое? Вот просто объясните мне, как он здесь оказался на Икарусе, на встречке, и почему он решил именно здесь развернуться. Так, ладно, мы в левом ряду, я надеюсь... Что они делают? Я включу поворотник. А, почему поворотник не работает? Я что, поворотники что-то разбил? Что такое? Ну ладно, хрен с ними, с этими поворотниками. Короче, едем, на самом деле нам не сюда. Мы сейчас обратно будем разворачиваться. Я не понимаю, зачем вот так водить? Ребята, вот согласитесь, когда, если кто... Ну, когда правила соблюдаются, намного интереснее, нежели вот какое вот мясо, какой-то автобусы на встречку вообще. Зачем это? Так, как нам развернуться здесь? Это получается, нам надо, наверное, сейчас прямо пока проехать. Слушайте, а он валит, кстати, х5-й-то. Так. Что он сделал? Почему он вафкал... Смотрите, как он лагает там. Это пипец полный. Я даже не знаю, где здесь чиниться. Подождите, хорошо. Нам теперь уже задача усложняется. А остальное, наверное, я не знаю, ТЦ Станкина. Тут, наверное, даже не будет. Подождите, я не вижу. Автобусникам. Подработки, господи, через... Это, по-моему, вот гаечный ключ как раз на карте. Наверное, это он. Так, ладно, нам нужно как-то развернуться сейчас, потому что, я так понимаю, хп у машины очень мало. Твоя вишневая девятка меня совсем с ума свела. А у меня еще вишневый х5. Это просто замечательно. Ну, ладно. Вот, кстати, прикольно вот деревни потом домик купить. Надеюсь, как-нибудь я реализую свою мечту. Смотрите, там пиздатенько так. Ну, для начала, конечно, я тачку куплю, потому что здесь, как и насколько я понимаю, можно купить машину, не покупая дома. Для начала. Так, ладно. Я надеюсь, скутерист никуда не повернет. Опасно я валю, на самом деле, 107, потому что сейчас кто-нибудь на дороге мне выскочит, я свою тачку угроблю. Значит, нам надо найти, где починиться. Я так понимаю, что все-таки где-то-то можно. Только вот я вспоминаю чувака, который толкал ланцера. Он до Арзамаса толкал его. Но, я так понимаю, это другой же город. Это у нас южный. Если я правильно все понимаю. Тут, наверное, тоже тихо. Почему на красные пешеходы бегут так? Я на желтый успеваю. Вот. Я так понимаю, здесь можно починиться. Здесь можно починиться? Цена за литр. Я даже не знаю, как заправляться, понимаете? Я вообще ничего не знаю еще. Заглушить мотор. Фил, заправка, байкен, канистра. Но это не тут. Это не тут, друзья. Так, давай. Давайте тогда мы где-нибудь починимся. Мне нужно... Мне нужно где-то что-то... По-моему, вот там, кстати. Наверное, вот тут вот. Вот. Там стоят эвакуаторы. Мне это уже нравится. Мне это уже нравится, друзья. Потому что... Так. Потому что здесь, возможно, как раз... Да. По-моему, я прав. Где сюда? Ремонт. Отлично. Слушайте, все... Все гораздо проще, чем я думал. Поэтому... Две пятьсот? Ебать, сколько я уже бабла-то вбухал. Я сколько бабла-то вбухал. Кстати, прикол знаете в чем? Вы, наверное, заметили, что у меня не три тысячи списалось, а шесть. Потому что первый раз я взял машину. Я ее арендовал. Но какого-то хрена меня успели выкинуть из машины в тот момент, когда я арендовал ее. И, в общем-то... Кстати, дрифт вокруг Останкина. Ну-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Ебать. Ну, мы валим. Да, отлично. На эксперт. Делать мне больше нечего. Ладно. Короче, я арендовал одну тачку. Это была, кстати, розовая калина. Я хотел уже поржать реально от души. Потому что если бы мы сегодня были на розовой калине, мне кажется, было бы эпичнее. Но в итоге почему-то чувак меня выкинул в тот момент, когда я уже оплатил. И, короче, тачка оказалась его. Ну, я так понимаю, это какой-то миллисекундный момент. Я поймал. И как раз так получилось. Так, GPS. Остальное. Спортзал, регистрация на гонке. Тут нет такого, да? Магазин одежды. Типа, сам ищи. Ну и правильно, на самом деле. Чё? Блядь, там зеленый был. Ладно, типа, успел. Мы сейчас поедем в магазин одежды, как я и хотел. Нам нужно принарядиться немножко. Прина... А, я хотел сказать, а почему у меня двери не мяты? Я ж починился. Ха-ха-ха. Кстати, прикольный виадук здесь такой. Мостик. Переехали. 107 по городу, но это нормально. На самом деле, тихонечко. Так, у нас где-то в центре, по-моему, магазин одежды. Так, зеленый загорелся. Блин, я не помню, на самом деле. Где-то я видел магазин одежды, но где? Я чё-то не помню. На карте смотрите чё-то я... Ой, на красный. Ладно, прошу прощения. А чё так мне... Чтобы затащить КПЗ? Не. Такой маркер, знаете, стоит. Типа, встань сюда, такой, около ментовки, такой, добровольно. Сдайся. Нет. Вот что вот это вот такое? Ну вот по кайфу, что ли, по встречке кататься? Я не понимаю, зачем? Так, это во дворы въезд. Тогда я сделаю сейчас немножко неправильный разворот. Я вот уже помню... А, подождите, это на въезде. По-моему, я дурак. Как раз на въезде у нас... Я опять на красный, но... Главное, что по своей полосе. Никого нет, поэтому можно... Так, тут вообще светофора нет. Сейчас. Где-то, где-то вот тут все равно, я помню. Где-то... Ай, ладно, красный, так красный, так и быть. Так и быть, постоим немножечко. Вот слева, по-моему, сейчас магазин одежды будет, и мы как раз там с вами приоденемся. Приоденемся. Переоденемся. Вот, да, все правильно, я угадал. Надо было сразу на въезде прямо ехать, я что-то дурака включил. Так, а мы на Х5, хотя ладно. Так, где паркануться тут можно? Давайте аккуратно. Я не буду выделываться. Парканемся так. Значит, заглушить мотор. Выходим. Надеюсь, тачка не исчезнет. Значит, это будет двойне обидно. Блядь, какой он страшный, этот Х5 в таком цвете. Почему мне достался именно такой? Ладно, магазин, друзья. Магазин. Это, кстати, тут же одежда. Тут одежда, я думаю, да? Да, мы с вами сюда уже заходили. Мне, кстати, нужно срочно покушать. И еще надо в магазин 24 на 7 зайти, купить там телефоны всякие, наконец. Так, у нас есть сколько там? 9 тысяч. Я хочу какой-нибудь бандита. Я, помните, выбирал уже его. Находил такой черной куртки. Который реально такой бандит тут один. Правда, лицо у него такое же, по-моему, как у меня сейчас. Там, видели сейчас этот? От свиного гриба, походу, пацаны защищаются. Так, это какие-то... О, блядь, рокер. Нормальная тема. Еще рокер. Вот эта тема вообще. На роликах буду на Х5, блядь, сейчас рассекать. Пешеходы, будете бегать по тротуарам, тюрьма 40 минут. Правда, тот, кто не нарушает. Вот, правильно. Вот, видите, на сервисе соблюдаются правила. Вот, вот. Вот все правильно. Кстати, я ездил с дымом под капот. Ну, ладно. Меня, надеюсь, не спалили, поэтому нормально все. Все нормально. Я же дотянул. Может, я такой псих просто. У меня там дымок-то такой. Изи был. Да-да-да, изи-изи. Ладно, вот это пиздец страшный. Смотрите, вообще такой червяк, блядь. А почему у него руки нет одной? И ноги нет. Что-то какой-то недоделанный пацан. Так, ладно. Мне нужен этот. Где этот, басуля? Вот, подождите, стоп. Где-то тут. Вот это такой же ебало, только черная куртка у него. Ай, блядь. Что-то много скинов-то. Вот он. Друзья, но теперь мы настоящие пацаны из 90-х. Только единственная, конечно, проблема у нас машина немножко такая. Хотя, не, на вишневых джипах катались в то время. Но только не на X5, старом и с лодкой на... О-о-о-о. Ебать, а что с ним случилось? Блядь, кто мне его к оффроуду приготовил? Что за хрень происход... Не, ну мне это, конечно, больше нравится, нежели то, что... Хорошо, если я зайду еще раз в магазин, он опять будет? Хуя себе, чуваки нарезают круги. Он сейчас опять поменяется? Ну-ка, подождите, захожу. Выхожу? Нет, пожалуй, я лучше предпочитаю тот вид, который сейчас был, оффроудный. Можно сказать, что я безумец, лучше пускай... Не-не-не, пожалуйста, вернись. Я хочу, чтобы она оффроудной стала снова. Ну, так, заходим. Пиздец, у меня ебало страшно. Ну, зато куртка есть. Правда, жарко, наверное. О, вообще без всего. Вот так получше. Вот так более-менее еще я. Я так понимаю. То, что она не навешана была, конечно, это жесть какая-то. Так, ну ладно, давайте до магазина доедем, наверное. Так, где у нас магазин? Магазины, по-моему, на карте, кстати, не отмечены. И покушать нам надо. Покушать нам надо. Подождите, я скин поменял, у меня хп прибавилось? Бизнес продается, столовая. Кстати. Не так уж и дорого, хотел сказать. Я потом увидел миллион восемьсот и передумал что-то как-то. Я думал, сто восемьдесят тысяч. Так. Почему у меня поворотники не работают? Я так и не понимаю, на самом деле. Сейчас. Я где-то помню магазин-то 24 на... А, по-моему, он на той улице, где банк. Где банк, банк, банк. А банк у нас... Сейчас, надо направо. Или вот здесь. Вот здесь я видел, по-моему, 24. Да еб-то, что все красные мои? Вон, по-моему, магазин. Я пешком быстрее добегу. Блядь, уже зеленый. Да что ж это мне так везет-то, а? Во! Отлично. Паркуемся. Заглушить моторчик. Выходим такие, на пафосе. Нормально. Ну, в пленку сейчас обтяну. В черную, матовую, нормально. Да не, конечно. Не, был бы он черный. Почему красный? Ну, ладно. Так. Что можно нам купить 24 на 7? Давайте посмотрим. Телефон покупаем. Все равно нужен будет. Мобильный номер охрененный просто. Номер можно купить. Угу. То есть, как повезет. Как повезет. Телефонная книга тоже, наверное, нужна. Лотерейный билет. Может, выиграю что-нибудь? Хотя нет, жестко. Сейчас все деньги, короче, просру. На самом деле... Ай, бля. Маска. Очки мне нравятся. Нет, подождите. Я лотерейный билет хочу. Мне кажется, это вообще нереально выиграть. Интересно, сколько, если реально. Телефонный номер еще разок. Хотя это 310-811. Ничего такой. 347-39. Слушайте, я хочу. Я хочу номер себе какой-нибудь крутой. Прикиньте, повезет. Пожалуйста. Это как кейсики. Мы сейчас открываем, друзья. Сука, у меня деньги кончаются. Нет! Надо было оставлять тот. Надо было оставлять тот срочно. Ладно, мы в следующей серии. Друзья, наша цель на следующей серии это по-любому... Так, чувак. Не, я все понимаю, конечно. Но ты видел мое вообще лицо? Мне кажется, к такому чуваку лучше вообще стрёмно садиться. Вообще пиздец он лютый. Просто какой-то, блядь, знаете, холодный убийца. Я не знаю. Вот просто посмотрите на эту картину. Красный Х5. И вот это ебало вот это вот. Пиздец. Я просто в шоке. Просто вообще... А чего у нее с рукой-то? Ёбаный брат. Что с рукой-то? С левой. Что-то она шпаренная какая-то. Жесткая. Друзья. Спасибо за просмотр. На сегодня, я думаю, хватит. Подписывайтесь на канал. Это впервые. Обязательно ставьте лайки. Чем больше лайков, тем чаще КРМП. Я очень рад, что вы так оцениваете ее. Во, рокер пришел к нам. Смотрите. В следующей серии все будет круче, наверное. Придумаю что-нибудь интересненькое. Будем... Я денежата как раз подзаработаю. Хотелось бы, конечно... Что в ближайшие сроки машину какую-нибудь осилили. Может я задоначу, конечно. Посмотрим. Все, друзья. До новых встреч. Всем удачи. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова